После этого поражения, какие выводы можете сделать для своей команды? В принципе, хорошо начали этот турнир. И вот хотелось бы отметить, что сегодня один из лучших ваших руток, Глечгид Бурбаев, не смог сыграть в полную силу. Какие анализы проявить после этого поражения? Для того, чтобы проводить анализ, нужно время, во-первых. И, скажем так, это время завтрашнего дня. Я прежде всего хотел бы поздравить всех с праздником Великой Победы. Нашей всей общей. Поздравить безусловные победы команды «Дородой». Для нас, все-таки, как для команды, в которой в основном молодые игроки, процесс важнее на первых этапах, на первых порах, чем результат. Хотя, естественно, мы пытаемся ориентировать на результат как следствие той работы, которая проводится в тренировочном процессе. Я бы не хотел сейчас говорить, у кого она лучше получилась, не лучше получилась. Игра не получилась у всей команды. Во-первых, соперник, более чем достойный. И в хорошем состоянии. А во-вторых, ну это как раз момент того, как мы входим в чемпионат. То есть, с командами, ну, второй половины таблицы мы еще конкурентны. И оказывается, по телению достойно. И иногда добиваемся результата для себя положительного. Ну, с командами верхней первой тройки, скажем так, да, по прошедшему чемпионату, у нас отрицательный результат. Ну, наверное, было бы крайне удивительно, если бы они были положительными для этого этапа. Но, тем не менее, отдельные фрагменты и отдельные игроки в целом по первому пробу. Говорят о том, что мы двигаемся правильно, нужно время, ну, нужен опыт, который от таких игроков убирает еще. Вы не нападите, что сегодня команда подсела? Даже если, в этом анализ, к примеру, с игрой вашей, когда против Академии вы в концовке, наоборот, начали раскрываться. И, в особенности, ваши нападающие, вот в этой игре, по поводу функционалки, как можете отметить? Ну, то, что у нас игроки не падали, нас игрок не уносили. И мы, как умеем на сегодняшний день двигаться, двигались до последней минуты. Говорят о том, что силы есть, но то, как мы их растрачивали и на что. В основном на разрушение и совершение собственных ошибок. Вот на это большая часть силы ушла, которая в отдельных эпизодах или в отдельных моментах игры, когда нужна была и свежесть, и скорость, ее не хватило, как раз, из-за того, что целе поубавилось. Поэтому состояние мы будем оценивать завтра, но меня, в общем-то, в той степени радует то, что мы не ломаемся, у нас судорог нет на поле, мы не валяемся на поле, мы продолжаем играть, играть так, как мы можем на сегодняшний день, и индивидуально, и команду. Сегодня вот вашему нападающему фершенбеку Бахатулу было тяжело одному справляться. Может быть в следующих играх вы будете коррективы произвести, то есть побольше игроку по атаку, чтобы отвести? Ну, количество игроков той или иной линии не определяет остроту или количество уголовных. Есть свои собственные взгляды на конкретного соперника раз, на свой собственный состав два, из-за того, что у нас уже и травмированные получили появились. Поэтому будем смотреть как раз, как восстановится после этой игры, кто восстановится травмированный, будем планировать игру на следующий счет конкретного соперника. И финальный вопрос. Мусабиков, то есть с Мусабиковым и без него, сколько разные команды? Ну, я бы не стал так ставить вопрос, что один человек может определить свою игру команды. Конечно, с ним интереснее игра, с ним разнообразнее игра, и он, безусловно, пользуется авторитетом. Но черновую, вспомогательную работу выполняют все игроки. Да, действительно, разнообразнее, может быть, так сказать, мы играем в атаке, когда он на поле. Но, с другой стороны, если его нет, надо другим повелить свое желание и возможность играть в футбол на хорошем уровне, на уровне высшей линии. Всего вам желаем удачи в следующем туре. Спасибо, еще раз в празднике.